ну зачем так громко включать сирену непонятно что толку что ты включил сирену что будет машина счастье у тебя упустит уступит друзья здравия здравия ярослав мудрый воронцов с вами на связи мы находимся на житомирской трассе на житомирской трассе и что у нас здесь происходит мы видим с пяти утра проснулся с пяти утра и машины начали двигаться в сторону житомира да так тут увеличение у нас не происходит да вижу получения то житомирская трасса машины стоят практически практически машины стоят да и вот люди выезжают как известно сегодня сначала было установлено вчера был когда чрезвычайное положение сейчас установлено военное положение в украине по всей территории и люди спешно покидают покидают киев но не все и все всегда интересно если я думаю да включать сирену сейчас совсем здесь неуместно это правда в общем народ пытается уехать из большого города первый раз в жизни да вижу что пробки утром с пяти утра пробки были из киева причем я ничего не знал проснулся вот просто проснулся и это ты какое-то ощущение возникло прям спокойно спал проснулся в пять утра такое и ощущение такое что прям помыслил что будут наши пробки из киева выезжать люди будут глянул в окно точно и машина уже из киева выезжает ну в общем да в таких случаях это велосипед хорошо иметь по что в любой момент вас тоже в троечину да рассосалась ну здорово в общем это еще будет я считаю будет долго пока народ не едет кто хочет уехать кто хочет тот останется я никуда не собираюсь уезжать я на моем сердце все спокойно как я говорю ни один волос на моей лысине не встал не возмущается то есть я совершенно спокойно знаю что со мной не будет чего ничего того чего быть не должно я верю в это живу этим принципам и рекомендую всем нам жить по этому принципу с нами будет все то чего быть не должно что-то я не то сказал с нами будет только то что быть должно чего быть не должно того и не будет почему потому что у нас каждого своя карма друзья и мы находимся в том месте где мы должны быть и для того чтобы радоваться жизни радоваться жизни нужно принимать это все принимать принимать я не знаю люди стоят ждут как они уедут как они уедут непонятно когда мы это все принимаем тогда у нас все хорошо получается когда мы начинаем отвергать то возникает боли возникают проблемы вот какие машины едут ну я уверен что сейчас трасса мы видим чистая трасса я уверен что через пару часов по этой дороге будут ехать машины навстречу и еще одна пробка потом создаться встречные машины и туда закроются и вот это полоса не будет свободная но я только не знаю как житомирская трасса выдержит уж там тоже много в общем вот такая штука дает да да все пока армии абсолютно верно а судьбы не убежишь сто процентов я так и живу у каждого то что должно быть и каждый из нас находится там где он должен быть кто-то в мексике кто-то на бали кто-то в индии кто-то в киеве каждый по своему вот да всем любви и радости друзья жизнь прекрасно и замечательно во все ее проявления все что происходит сегодня считаю это выброс тех накопившихся энергий которые за все эти годы с нами происходили не выплескивались также как и в жизни вот нельзя почему нельзя подавлять эмоции любое подавление она чревато последствиями да кто-то рак вы думаете а чего рак то чего рак вот того что вот кстати сейчас вот это уже едем сопровождением по стричке таких таких кортежей сейчас будет думаю будет много проезжать бежать скорее всего это будут правительственные кортежи ой старая волга друзья газ-24 газ-24 вот это да газ-24 это сопровождение да какой-то старый наверное старый политика скромный раз газ-24 ездит да и вот прикольно что у вас что еще слышал то что да не знаю все проверять надо друзья не паниковать все проверять и слушать себя свое сердце уже себя свое сердце потому что в таких ситуациях очень много паники ну и можно проверить себя насколько ты уверен насколько ты правильный образ жизни ведешь насколько ты руководствуешься своим высшим я своему пониманием в этой жизни насколько у тебя ценности устабилизированы я еще раз говорю я верю в то что с каждым человеком не будет ничего того чего быть не должно если ты в это веришь значит с тобой будет то что должно быть чего другого быть не будет и когда ты живешь таким тебя спокойно на сердце то на сердце спокойно ты не беспокойся так что холодновато холодновато тут принесу когда живешь с таким вот пониманием что с тобой будет все то чтобы должно а чего быть не должно того не будет то нет причин для беспокойства нет причин для беспокойства вот тоже сейчас я вижу люди выезжают начали это паника это чисто воды паника потому что если люди хотели выехать но об этом же знали то они выезжали раньше кому ну кто хотел тут выезжал раньше а вот тот кто вот утром проснулся и понял надо бежать но это не управление своим процессом это не мудрость попыхах можно всегда натворите много беды поэтому я считаю что это неправильно ну опять же каждый проходит свои уроки каждый проходит свои уроки так у него получается вот поэтому что самое лучшее остается пробка конкретно друзья по суде пробка конкретная прямо одну конкретная пробка это житомирская трасса напоминаем житомирская трасса и много людей тоже хотят уехать кто-то на остановке стоит общественный транспорт я понимаю что уже нету хотя он там автобус застрял стоит автобусы маршрутки тоже вот велосипеды и скутеры в это время самое лучшее да вот человек уже на мотоцикле едет всегда себя говорил у меня на балконе велосипед стоит если что всегда можно сесть и уехать на велосипеде минуя вот человек поехал на велосипеде на мотоцикле да это самое правильное самое правильное а вот друзья каждый поступает так как он считает нужным потому что у каждого свои задачи у каждого своя своя судьба это самое важное ну логически я рассуждаю логически вот я говорю что на моей голове на моей лысой голове ни один волос не шелохнулся не дрогнул почему ну потому что ну прежде всего я полагаюсь на ощущения свои внутренние которые исходят из моего сердца мои внутренние ощущения и там с полный спокой спокойствие полное умиротворение и в это время сейчас очень хорошо посозерцать да понаблюдать каково твое внутреннее состояние насколько ты уверен в себе во благо во благо во благо во благо во благо эти процессы в эти процессы вот этой эмоции action reaction ты созерцаешь и наблюдаешь что происходит внутри тебя внизу у нас очередь магазин очень маленькая очередь маленькая очередь люди наверное идут за туалет я смеюсь конечно но вот мудрость то какая да вот не знаю слушай 2 килограмма гречки хватит на месяц для мужика 2 килограмма гречки на месяц хватит 50 грамм в день это получается да надо на месяц на месяц 2 килограмма гречки нами на месяц мне хватит запросто нет не будет света на водичка залил водичкой все специи есть масло есть все чаще надо специи масло водичка есть воды налил вот и все и у тебя все будет хорошо лечки набрать ну если чего озеро есть рядом выживем в любом случае всегда выживем так что все будет хорошо все будет доброе да и вот это самое важное вот это считаю самое важное просто созерцать что происходит сейчас что происходит сейчас с тобой с твоей голове и но поскольку в моем пространстве люди которые занимаются саморазвитием эзотерики йоги поэтому друзья у каждого из нас есть возможность сейчас проверить свою осознанность насколько мы доверяем судьбе насколько мы доверяем благодарю на благодарю на то с нами с вами сердце благодарю вас есть прекрасная возможность прекрасной возможности вот проверить свою осознанность Насколько вот все то, что ты развивал В крайнем случае Что там? Голодание, сто процентов Это как я рассказываю Про принятие Как женщина должна принимать Жена должна принимать Все то, что муж дает Принес Принес ничего Она все равно должна быть рада За счет чего Кристина, привет из Белоруссии Кстати, прекрасный йог Крис Крес Да, Кристина, замечательная Кристина, ты сейчас где-то По-моему, где-то там на теплых краях Да? Так вот, прекрасное Прекрасное, во благо Да Все в голове, абсолютно верно Все в нашей голове И только так мы Получаем Умиротворение Все здесь Вот я смотрю Видите, трафик, все Машины стоят Машины стоят Ну, как бы, это же логично Понятно Что в случае Если ты хочешь куда-то уехать Так выезжай раньше Чего ты выезжаешь Так, когда все ломанутся Ну, ты же понимаешь Ты будешь стоять Вот люди простоят в трафике Они целый день простоят Потом ночь будут стоять Кстати, вспоминаю зиму Где-то лет пять назад Был сильнейший снегопад И на Киев Пробки, что из Киева Что в Киев Было Машины стояли Целые сутки И быстрые люди Такие сориентировавшиеся Быстренько Начали продавать Там чай, кофе Разносить Машины все Пробкой растали Никуда Ни туда, ни сюда Прям просто стояли Вообще даже не двигались Это серьезное было Время такое Вот Ален, привет Алена Ален, кстати Как у вас там Алена Дочева Как у вас там Егиня наша Как у вас там в Одессе Что там происходит В Одессе Расскажите, пожалуйста Как у вас У нас Житомирская трасса У нас Житомирская трасса С пяти утра Машины едут Пешком Пешком это быстрее Пешком можно быстрее Обойти Чем ехать на машине И это Я уверен Что это такая обстановка Ну прям до Житомира Сто процентов У вас все тихо Замечательно Прекрасно Но по-другому быть не может По-другому быть не может Нервничать будут А кто там Кристина Кто там будет нервничать Кто там будет нервничать Нервничать будут люди Которые Ну Я говорю Когда человек Не принимает Не принимает жизнь Какая-ка она есть А в нашем пространстве Здесь Только люди Которые В основном Это люди Которые Йоги И люди Эзотерики Потому что я уверен Что в нашем пространстве Все осознаны И мы понимаем Все правильно Мы понимаем Прежде всего Что все для нас Все для нас И вот даже Эта ситуация Вот обращайте внимание Друзья Обращай внимание На свои мысли Что происходит у нас сейчас Какие мысли Паника Страх Уверенность в себе Что ты думаешь Анализ Медитация Я считаю Что это Прекраснейшая Возможность Для того Чтобы Вот Заглянуть Вовнутрь себя И понять Что же там происходит Что происходит В твоей голове Что происходит В твоем сердце О чем ты думаешь О чем ты думаешь И во что ты веришь Прекраснейшая Возможность Проверить сейчас Насколько ты Живешь С Богом В сердце Насколько ты Веришь Что Твоя судьба В твоих руках И с тобой Не будет ничего Того Чего быть Не должно Прекраснейшая Возможность Очумительно Тест Я например Сегодня Я пойду Собираюсь Через пару часов На тренировочку Как всегда На тренировку В своем режиме В городе Есть что тут Военные Техника Города Не вижу А это у вас Алена Это у вас В Одессе Техника Военной А я понял Когда в Алене СД совещает Она говорит Что у них Там военная техника Так народ В пробке Нервничать будет А что толку Сто процентов Сто процентов Да Народ нервничает Вот те Кто сидят В пробках Сейчас Они очень нервничают Они же никуда Не выйдут Вот они В пробке Встали И все Кармическая практика Сто процентов Министировать пробки Молодец Молодец Ксеника Благодарю Да Да Сто процентов Отлично Кстати Я уверен Что многие Сейчас сидят Пока они Сидят в машине Это же никуда Не едут И это будет Очень долго Я уверен Что это будет Очень долго Прекрасная возможность Осознать Да Там Маша Скажет своему мужу Там Вася Блин Дурник Какого хрена Мы с тобой Ну куда Ну подумай Чего Куда ты Мчись Что за паника Почему такая Неуверенность Ну в принципе Это обычные люди Поэтому я их понимаю А инстинкт выживания Работает И никуда тут Не денешься Рептильный мозг Так а должно быть Здесь не за туалетной бумагой Стоят И за солью Туалетная бумага И соль Да Раньше в военные времена Была соль Что там Соль и спички Да Сейчас Главное Я уделяюсь Почему соль Почему вот соль Почему люди так соль Я вот соль не кушаю С 23 лет С 3 курса института Как прочитал Поль Брега Чудо голодания Я от соли Отказался Через 2 недели Вообще соль не кушаю Алена говорит Йога Прекрасно Вот это лучший способ Лучший способ Действия в такой ситуации Умиротворение Успокоение Да Да Абсолютно верно Потому что Умиротворение ума Нужно прежде всего Будет умиротворение Будет все А нет умиротворения С паникой Происходят Ненужные действия Так Кристина Да Кристина Благодарю Благодарю Ну А как по другому Наше спокойствие Наш мир В нашем сердце В нашей голове В нашей душе Суета Ни к чему не приводит Ну сейчас дождик Начинается Я уверен Что это дождик Сейчас очистит Пространство Вот этого негатива От этой паники Которая сейчас Здесь у нас Есть И Она успокоит Души Успокоение Всегда Приносит Мир Осознанность Так происходит Так вот Я что Вижу Что я вижу Позитивного Позитивного В этой ситуации Вот Давайте сейчас Встанем на место Маши И Васи Которые сидят В этой машине И они Они нервничают Блин Пробки Никуда Не въедешь Хотели Быстрее свалить Блин Сейчас будем стоять Здесь целый день А то и ночь А то и больше И что же дальше И что дальше И Я вижу в том Что вот в этой ситуации Когда Ведь боль Создает нам Возможность Осознания Да Когда есть боль А то приходит Новые Желания Действовать Бей Беги Замри Да Типично Беги Замри То есть Как ты будешь Действовать Когда происходит Когда мы Получаем боль Правильно Это боль Принять за лекарство То есть Задать себе вопрос По нашей формуле Обучения Успешного обучения От тотальной трансформации Твоя боль Моя боль Твое счастье Мое счастье И Задать себе Самый важный вопрос Для чего мне Эта ситуация дана Что в ней Хорошего Для меня А в любой ситуации Что-то есть хорошее А Валерия Приветствуем вас А обязательно В любой ситуации Что-то есть хорошего Для нас Верно Есть Есть Только Нужно Найти Что же Это хорошего Здесь есть Но обязательно Есть Что-то хорошее Вот я Возвращаюсь Тоже Да Изначально Возвращаюсь К Крыму К Крыму Возвращаемся К Крыму Друзья Только все Мое мнение Поэтому Вы меня не слушайте Сомневайтесь Ищите Ответы внутри себя По поводу Крыма А ведь То что Мы сейчас Имеем Ситуацию Ситуация Которая сейчас У нас есть В моем понимании Это результаты Того Что было Накапливалось Ну Как минимум С девяносто Там Первого года Да Когда развалился Совок И когда Началось Делешь Вот бывшего Советского Пространства И По сути дела В моем понимании Я всегда удивлялся И народ Люди С которыми я общался С нами говорили Что Сколько народ Еще может терпеть Вот это Правительство Сколько народ Может терпеть Вот это издевательство Приветствую Светлана Сколько народ Может терпеть Вот это Безобразие Которое творится Вот в нашем В нашем пространстве С нашим народом И Терпели 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 Либо Смерть Либо Взрыв Когда чаша Терпения Переполняется Либо это идет Наружу Взрывается Либо Вовнутрь Человек Разрушается Поэтому Каждый Бирает свой Путь Как ему Действовать Проявлять Недовольство Наружу И Через Созидание Менять Ситуацию Менять Обстановку К лучшему Поставлю Сейчас Водички Хочу Попить Так Стоять Телефончик Стоять 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 Не двигаться Так Сейчас Поставочку Возьму Продолжим Я возьму Водички Хочу Попить Так Самолеты Летят Уже Слышно Да Вот Так Ставим Наставочку Наш Телефончик Чтобы Вот Все Видно Поговорим С вами Сейчас Еще Друзья Шумят Самолеты Шумят Самолеты Лемолеты Шумят И летят Так Что тут у нас Вот так Да Хорошо Вот так Сделаем Сейчас Угу Так Устроимся Так 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 Я сегодня На тренировку Друзья Кто На тренировку Алена Уже сказала Йогу Будет проводить Молодец Это лучший способ Выхода из стресса Тренировка Прекрасно Так Ну что Отлично Можно поговорить Сейчас водичку Я забавлю водичку С лемолочками По поводу По поводу Продолжим По поводу того Что же происходит У нас Как все началось То есть Что есть сегодня Это Ну Любое Любое Нетерпение Любое Подавление Рано или поздно Она выйдет боком Она выходит боком Верно? Верно Как она выходит Через вот такие В жизни Это там Через драки Люди дерутся Ругаются Ну а На уровне Мирового масштаба Это войны Катаклизмы Землетрясения Ураганы То есть Природа Не выдерживает Вот Она выходит Обязательно Вот Маленький нарыв Выходил у нас Через Что? Через Донбасс То есть Потихоньку Так она Длилась Да Такая Как вот Потихоньку Выходила 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 Но Если болезнь Не лечить То она То она Становится Еще больнее И Переходит В Ужасное состояние Когда уже Терпеть некуда И вот Критический момент Настал Настал сейчас Да То есть По сути дела Вот Что я понимаю Я со своей колокольни Я вообще политика Вообще не интересуюсь Но просто логически Размышляя Я понимаю Почему сейчас Происходят военные действия Здесь просто Борьба идет За свои права Опять Выживание Рептильный мозг Выживание Смотрим Стороной России Что происходит Россия понимает Что На границах Украины Вернее На ее границе Стоит Братская страна Украина Наши славяне Славянский народ Но Правительство Этой страны Про Американское Которое зашло В 2014 Мы помним С Ющенко Я как раз Еще в Америке Был в это время Приезжал Еще Гуляли мы По Крещатику Так это все Интересно было Палатки смотреть Вот эти Помаранчевая революция Какой с 2014 Что-то я не то сказал Это же не с 2014 Это же было где-то В 2010 году Какой с 2014 года Да В 2010 году Это было Или даже в 2009 В 2008 Помню Это же Это было Я не помню Историю Простите Не очень слежу Но я просто помню Да Приезжал из Америки И прогуливались Мы по Крещати Посмотрели эти Палатки То же все происходит И мы помним Да Приезжал тогда Кто там приезжал Кто там был Буш Еще был По-моему Приезжали Раздавали Там эти Апельсинчики Гали Апельсинчики Раздавали Американские То есть американцы Вступили В зону Буферную зону Между НАТО И Россией Вступили В нашу Украину И Таким образом Поставили Начали продвигать Своих Своих Людей В политику Нашу Начиная с Ющенко Да Ющенко Сколько я помню Тогда читал Что у него Что жена у него Американка Ну то есть В общем Своего человека поставили В четвертом году В четвертом году Да вы что В четвертом году О май гад В четвертом году Надо же О май гад Нес Серьезно Да Но я помню Что я где-то Я помню В восьмом году А не в десятом Точно Я был В общем Вот этого Амаранчевого революции Ну и что Смотрите Что происходило Дальше То есть Америк Америка Взлейший враг Советского Союза Да Через Своих Представителей Здесь Януковича А в четырнадцатом году Януковича Точно Да Благодарю Ксения Благодарю Да То есть Америкосы Начали Своих Своих Представителей Представители Траки Уже идут Против Против Течения Начали Своих Представителей Внедрять В нашу Страну Для чего Да Для чего Да для того Чтобы Установить Здесь Свои войска Установить Свой режим Короче Вы смотрите Что сейчас Происходит Я в Америке Прожил Ребята Я прожил В Америке Пятнадцать лет И Я знаю Изнутри Что такое Америка Я свалил Оттуда Потому что Мне Не понравилось Ну я Я Оглядываясь Назад В принципе Я появился В Киеве В десятом году Вот просто так Приехал на каникулы И остался здесь Но Когда я уезжал И ехал просто на каникулы Да Но Потом Сознавая назад Я понимаю Что в Америке Советскому человеку Который прожил Длительное время В Советском Союзе Ну Невозможно Жить комфортно Там Феминизм Там Детям С детства Детям С детства С детского садика Дают уже телефоны Как называется Parent Control Что такое То есть службы Которые контролируют Как дети Родители Воспитывают Детей В своем доме То есть если там Мама Крикнула На ребенка То он может Позвонить В службу И Приедут И будут Разбираться В общем Короче Плюс не говорю Вот эти Про эти ЛГБТР Или как Называются Лесбин Гомосексуал И так То есть Ну Полнейший отвал Полнейший отвал Что происходит Там Короче Американская культура Хочет к нам Здесь Внедриться В наше Пространство Что противоречит Нашим славянским Традициям Нашим Традициям Наших предков И в общем Что сегодня Происходит Мы видим Что Америка Американцы Внедряют С Какого там Четвертого С помаранчевой Революции Короче Своих Суда людей Для того Чтобы Тем самым Остановить Себе здесь Контроль Над Частью Советского Союза Россия Беларусь Казахстан И так далее Все страны Которые остались В нашем пространстве Бывшего Советского Союза И конечно же Любая страна Будет себя Защищать Поэтому Россия Увидим Возвращаемся Немножко в Крым Что я понимаю То есть Там же Помните Что-то было Когда Янукович Хотел Продлить Договор Там же Договор Должен был Закончить Договор С Россией По Аренде Баз И Была Намеки На то Что там Будет Передано Это пространство Крыма Для Баз Военных США Ребят Подумайте На минуточку Вот У границ Бывшего Советского Союза Становятся Базы Военные Баз Американские И что Они будут Делать Ну то есть Прямая угроза Безопасности Expansion US expansion Поэтому Любая страна Будет защищать Свои границы Соответственно Поэтому В моем понимании Это и произошло Что в России Ничего было делать Как защитить себя Таким образом И кстати А вчера Я увидел Увидел Жилиновский Кстати 90 Ребят Шикарное видео Я выложил На канале У нас идет Жилиновский В 98 Году еще говорил Очень мудрые вещи По поводу того Что сейчас Как раз и происходит У нас здесь Там по какому-то договору Крым Отошел К Советскому Союзу По какому-то там договору И там условие Было Пункт такой Написано Что если Как только Россия Потеряет юрисдикцию Над Крымом Крым Должен вернуться В Турцию Представляете То есть Естественным образом То есть Понимаете То есть Россия потеряла Ну а Россия Советский Союз Вернее Я так понимаю Потому что Правоприемница Советского Союза Это Россия Соответственно Если этим Уже не владеет Советский Союз То есть Россия В ее лице То Крым Имеет право Забрать Турцию Вы понимаете Такая штука Поэтому Учитывая то Что да В Крыму Планировалось Заезд Американских Военных баз Россия Ничего не оставалось Как Защитить Свои границы И то же самое Что происходит Сегодня у нас В Украине Вы смотрите Какой экспеншен Идет С этого Сороса И все Что связано С Америкой Полная американизация Блин Я сейчас ругаться Буду по-французски Девушки Закройте уши Пожалуйста Но Капец Полнейший Вы смотрите Вот я наблюдаю И вижу Сколько Вот американских Законов Социальных Начали Вписывать Сюда В наши Украинские Законы То есть Жизнь наша Становится Совсем Не такой Какая она Была раньше А у нас Тут полнейший Трафик Трафик Полнейший Люди Пешком Это быстрее Чем едет Машина В общем Короче говоря Все что происходит Сейчас у нас Это следствие Того что Накопилось За все эти годы И поэтому Должен быть Выброс Обязательно Выброс Обязательно Будет И вот он Происходит Вот эти Военные действия Которые Происходят Сегодня Это результат Того что Есть Вот так Я понимаю И в таких Случаах Что мы говорим Наши друзья Йоги Изотерики Мы Просветленные Пробужденные Мы понимаем Что Три способа Есть Да Или четыре Даже есть Как действовать Ситуации Которые тебе Не нравятся Первый Самый Классный Способ Поменять Не нравится Поменяй Если есть сила Поменяй То есть Если есть сила Ты можешь поменять Если нет силы Поменять не можешь Тогда что Тогда приспосабливайся Не можешь поменять Не можешь приспособиться Тогда остается Убегать Не можешь поменять Нет сил Приспособиться Не можешь Убежать Тогда Остаешься Там Где ты Есть И продолжаешь Получать Шишки Получаешь Получать Шишки Того пространства В котором Ты находишься Выбор За Нами Каждый Выбирает Способ Своего действия Между своих возможностей Своих кармических задач Исполняя Своё предзначение Если ты военный Значит ты должен Защищать Воевать Если ты врач Ты должен лечить Ты учитель Должен Учить Учить Лечить Защищать И так далее Каждый Каждый Должен Уполнять Свою Кармическую Задачу Поэтому Будучи Осознанным Задавая Вопрос Себе Для чего Мне Всё это Дано Размышляем А что С этим Делать И вот Люди Которые Сейчас Сидят В машинах Прекрасная Возможность Помедитировать Прекрасная Возможность Помедитировать Да Вот эта Суета Остановилась Дождик Начал Капать Да Очищать Пространство И Я уверен Что эти Трафик По всему По всем Дорогам Везде Идёт И это Замечательная Возможность Помедитировать И подумать Над жизнью Подумать Над тем Куда Я бегу А почему Я бегу А почему Я бегу Сейчас А почему Я не делал То что Мне хотел Делать Раньше Что Было До этого Что Мне мешало Это сделать По другому Вот Люди Поняли Что Ждать Машин Бесполезно Пешком И идти Быстрее Действительно Тогда Смотрите Что происходит Ну вот Уже Потихоньку Начали Двигаться Машины Против Против Движения Я думаю Что Скоро К обеду И встречная Полоса Будет Загружена Полноценно Однозначно Да Так что Вот такая Такая ситуация У нас Друзья Что У нас Происходит Поэтому Что Что пожелаю Друзья Ну что Пожелаю Радуемся В жизни Ищем Возможность Понятия Что же Здесь Хорошего Для Меня Для Каждого Из Нас Что Здесь Хорошего Каждого Из Нас Ссылка Очень Очень Шизофреничны Но Человек Который Говорит Мудрые Вещи Так Вот Ссылочка Наш Канал Ютюб Это Дом Я Я Сброшу Я Туда Загружу Видео Загружу Видео Где-то В течение Часа Загружу Видео Друзья Очень Мощно Да Марина Марина Что 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 Там За Видео Скинуло Скажи Пожалуйста Что Там Хорошего Интересного А Маринка Скинула Супер Отлично Благодарю Маринка Отлично Супер Прекрасно Камала Привет Камалочка Как У Тебя Будешь Йогу Проводить Сегодня Скажи Будешь Йогу Сегодня Проводить Эфир Сохранен Да Здесь Ничего Такого Интересного Нет Я Ничего Такого Интересного Не Сказал Просто Посмотреть Картинку Что Происходит Я Сделал Короткое Видео Сейчас Утро Выложил У нас Инстаграм Здесь Инстаграм И На Ютуб Тоже Коротенько Вот Что Я Что Делаю Сейчас Я Просто Хочу Поделиться С Вами Друзья Вдохновить Да Речь Жиринов Да Да Маренька Благодарю Я Хочу Просто Делиться С Вами Своими Ощущениями Своими Мыслями Вот Восприятием Этого Пространства Я уверен Что Многие Из нас Так же Думают Потому что Мы Пробужденные И мы Понимаем Что Все Что Происходит Это Для Нас Главное Быть Осознанным Просто Посмотреть Как Что Ты Чувствуешь В этот Момент Что Здесь Для Тебя Хорошего Обязательно Нету Время Прямой Эфир Да Нету Жигуль Вау Что Вот Скутер Да Скутер Это Шикарно В тот момент Кто Хочет Ехать В крайнем Случа Электросамокат Правда Электросамокат Далеко Не уедет Все Лишь Там Соро Километра Да Вот Что Хорошего Для Тебя Вот Прекрасно Я Уверен Что Вот Эти Сколько Люди Еще Стоят В Пробудиться Осознание Включиться Сознание Помедитировать Помедитировать Что происходит Для чего Происходит Как правильно Жить В этом состоянии Ну Нужно Сначала Успокоить Мозги Конечно Потому Что Если Мозги Не успокоены Если Ум Суетной То Не Слышит То Что Говорит Душа А Душа Говорит Самые Правильные Вещи Нужно Слушать Свою Душу Нужно Слушать Свою Душу Это Самое Слышим Себя Мы Всегда Будем Делать Правильные Поступки Как я Говорю Не верьте Мне Сомневайтесь Ищите Ответ Нутри Себя Ваше Сердце Знает Все Слушайте Его И вы Не Ошибетесь Потому Что Ум Это Социальная Оболочка Которая Надрессированная Социальными Принципами Но Они Эти Принципы Расходятся Как правило Расходятся С тем Ради Чего Душа Пришла Если мы знаем Свои ценности Мы знаем Ради Чего Мы Здесь Находимся Тогда И следуем Этому Тогда У нас Все По-другому Тогда У нас Все По-другому Все Происходит По-другому Трафик У нас Стоит Друзья Напоминаю Мы На Житомирской Трассе И Машины Стоят Пешком Намного Быстрее Идти Чем Ехать Вот Такая Шточка Поэтому Всегда Хорошо Иметь Велосипед Всегда Хорошо Иметь Велосипед И Можно Можно Имея Велосипед Можно Можно Двигаться Куда Куда Захочешь Да Два Килограмма Гречки Литр Масла И Все И Ты На Месяц Продукты На Месяц Есть Гречку Замочил На 15 Минут Полчасика Постояла Водичка В воде И Все Ты Умеешь Сыроедческую Пищу Прекрасно Еще Специи Чтобы было Вкуснее Специи Добавить Вообще Не париться Вообще Не париться Такая Штучка Друзья Что у вас Происходит Скажите Что происходит В вашей Пространстве Кто Откуда Напишите Пожалуйста Кто С какого Города Напоминаю Тех Кто Присонился У нас Это Из Киева Житомирская Трасса У нас Полнейший Тут Стиль Тишина Такая И Кстати Утром Сначала С 5 утра Была Такая Суета Машины Ехали Пибикали Та-да-да А сейчас Тишина Такая И вот Прям Тишина Просто Офигительно Обычно Всегда В течение Дня Машины Касают Туда-сюда Шумно А сейчас Тишина И можно Просто Медитировать Просто Созерцать Все что происходит И вот Слушать себя Что у тебя Внутри Что происходит Вот Некоторые Едут Кортеджи Кортеджи Да Несутся Кортеджи Государственные Они Вот Все будут Ехать По этим Встречным Полосам Я так Понимаю Да И вот Слушать себя Слушать себя Что происходит Да Друзья Кто откуда Говорите Кто с какого города Что у вас там происходит Как вы себя чувствуете Из Харькова Передавали Друзья Что там С утра У них тоже Стреляют И в Одессе Ну Я понимаю Что стреляют Это Это Сбивают Внепилотников Непилотные Самолеты Которые Кружатся Над Объектами Военного Предназначения Вот так Все происходит Да Мир Да Благодарю Ирина Благодарю Мир Сердце Сел процентов Да Борисполь Что в Борисполье Там происходит Я с утра Услышал Что там Тоже стреляют Но это Именно Безпилотники Сбивают Что там У вас Борис Полерина Скажите Пожалуйста Тернополю Спокойно У нас на Західній Украине Все Будет Добре Все Будет Добре Я Завжди В это Верю Иначе Будет Не Тернополь Дуже Полюбляю Це Место У меня Мама Західно Украина Тернополю 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 Черга Будет Все прекрасно Так что Потренироваться Дмитрий Приветствую Дима Привет Дима 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 Наверное В Карпата Дима Привет Дима Скажи Как дела Чем занимаетесь Что у вас Сейчас там Происходит Дима Прекрасный Йог Прекрасный Йог Такие Асаны Делает Сумасшедшие Просто Сумасшедшие Я уверен Что все будет Хорошо Друзья Так что Ну и желаю Тем людям Кто сейчас В машинах Сидят Промедитируй Успокоиться Успокоиться А трафик Это Прекрасная Возможность Побыть С собой Наедине Не беспокоясь И Задать себе Вопрос Для чего Все мне это дано Что в этом Хорошего Для меня Как это Поможет Мне стать Чем более Счастливым Что для этого Надо сделать Да Ну все Друзья Тогда До встречи Вернемся Позже Сейчас 10 часов Всем любви и радости Из Киева Все прекрасно Все будет добре Все е Все было И все буде Добре Верите в це И ваше счастье В наших руках Помните об этом Друзья Создаем Правильные Наверения Всех люблю Я обожаю Ярслава Мудро Воронцова Академия отношений Веда Тум И тренинг Центра Грии Майн Лайф Мы сожигаем Звезды И живем На яркой стороне Я знаю Ты знаешь Ты можешь Радуйся с нами Прямо сейчас Намаскарам Гайз Благодарю Ваши комментарии Друзья Пишите Намасте Благодарю За то что вы были И друзья Помните Что самое лучшее Что мы сейчас можем делать Это создавать Правильные намерения Мысли Чего мы хотим Создаем Правильные намерения Наша мысль сильна Это то что мы можем Сейчас сделать Давайте создавать Правильные намерения И все будет замечательно Кристина Благодарю Благодарю Кристина Намаскар До связи друзья Увидимся позже Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok